Приветствую вас на канале Cashflow, с вами снова Владимир и сегодня я воспользуюсь платной аналитикой от таких сервисов как Зак, Типранкс и Сикинг Альфа. Покажу вам те компании, которые сейчас рекомендуют покупать аналитики. Вы увидите порядка 100 идей от экспертов, из них я выберу 10, которые интересны мне и кратко расскажу о компаниях. И возможно в этом топе вы найдете те акции, которые смогут увеличить ваш доход. Акцент будем делать в основном на акции роста, но и для дивидендных инвесторов здесь тоже найдется несколько идей. Подпишитесь на канал, если этого еще не сделали, поставьте лайк авансом и на колокольчик тоже нажмите, чтобы не пропустить ни одной новой идеи. Ну а спонсором данного видео является биржа PrimeXBT. Это платформа маржинальной торговли, которая предлагает доступ к большому выбору инструментов. Каждый выбравший PrimeXBT для трейдинга получит ряд преимуществ, а именно торговля разными классами активов, валюта, фондовые индексы, металлы, криптовалюты. Также возможность размещать депозиты и производить выводы в биткоинах. Доступ к аналитическому рынку Форекс, возможность заработка на понижении или повышении стоимости криптовалют. PrimeXBT это быстрая современная платформа с удобным интерфейсом и разнообразным графическим анализом, а также небольшими комиссиями за сделки. Ультра-высокой скоростью исполнения ордера, мощной безопасной инфраструктурой на базе Amazon Web Service, 100% конфиденциальности и безопасности. Для старта торговли не требуется личная информация о пользователе. Открыть бесплатный счет в PrimeXBT удастся всего за пару минут. Все ссылки я оставлю в описании. Ну а мы начнем наш разбор с аналитического сервиса ЗАГ. Здесь представлены в основном акции роста. Я выбрал рейтинг номер 1, то есть самые лучшие. Отфильтровал по капитализации, чтобы вас не смущали неизвестные имена. Также выбрал совокупный рейтинг A, это значит сильная покупка, стронгбай, по мнению экспертов ЗАГ. И получил большой список рекомендаций для покупки прямо сейчас. Кстати, всю эту аналитику я регулярно выкладываю в телеграм-канале, ссылочку вы найдете в описании. Переходите, изучайте. Итак, мы сразу видим интересный актив. Вейерхозер. Это канадская компания, занимающаяся лесной промышленностью. Ее акции торгуются на СПБ бирже. Да и все компании, о которых будет идти речь в этом видео, доступны неквалифицированным инвесторам. Структура компании является одной из инвестиционных трастов недвижимости. Или проще говоря, рейт. Вообще, Вейхозер компания – это один из крупнейших в мире частных владельцев лесных массивов. Но основной доход идет от производства и продажи высококачественных изделий из дерева. Эта продукция используется в основном в строительстве и ремонте домов, а также в промышленности и декоративных целях. Акции данной компании очень привязаны к определенным тенденциям, о которых инвесторы должны помнить. К ним относятся цены на древесину, да и в целом вся индустрия строительства влияет на акции компании. Да, и добавлю, что это единственная североамериканская компания, производящая лесные товары, которая входит в индекс Dow Jones. В целом, это интересная компания, которая ранее мне не попадалась на разбор. Вот аналитики ЗАГ считают ее акции недооцененными. Но можно выбрать компанию в той же сфере с меньшей капитализацией, что, конечно, увеличит риски вложений. Builders First Source – это один из крупнейших производителей и поставщиков строительных материалов на территории США. Далее в топе видим две финансовые компании. Это Franklin Resources, это инвестиционная компания, ЗАГ рекомендует покупать, статус Strong Buy. Но из этого сектора я бы выбрал Fidelity National Financial. Вот аналитики рекомендуют их акции тоже. Эта компания оказывает страховые и расчетные услуги в сфере недвижимости и ипотечного кредитования. То есть основная деятельность Fidelity сосредоточена вокруг процесса покупки жилья. И за более чем 170 лет работы компания построила устойчивый консервативный бизнес, которому удалось вырасти и добиться успеха, несмотря на трудности в США и во всем мире. Такой актив подойдет для консервативной стратегии инвестирования. То есть помимо того, что акции показывают рост, компания еще платит дивиденды чуть выше 3%. Далее, Toll Brothers это уже строительная компания, которая занимается проектированием, строительством и продажей элитного индивидуального жилья. И для понимания объема рынка, компания с капитализацией около 8 миллиардов, ими за последние 5 лет было построено и сдано более 35 тысяч домов элитного класса. Но кроме того, Toll Brothers проектирует, строит и реализует городские многоэтажные кондоминиумы, а также владеет собственными архитектурными, инженерными и потечными компаниями. Но справедливости ради стоит отметить, что конкуренция здесь огромная, чего только стоит Linar Corporation, да и DR Horton тоже сильные компании. Однако аналитики ЗАГ видят рост не только этой компании, но и всего строительного сегмента, включая материалы, товары и тому подобное. Далее пропустил я российскую компанию Евраз, которая входит в число крупнейших производителей стали в мире. Далее ритейлер Холлс, здесь аналитики выставили самые высокие оценки, A по всем показателям, Value, Groves и Momentum. В первую очередь это связано с тем, что розничная торговля в США не просто вернулась на прежний доход после пандемии, продажи ритейлеров взлетели далеко за пределы до пандемического уровня. Но тем не менее, акции Холлс не выросли в цене, в отличие от большинства конкурентов. Но аналитики считают, что Холлс обладает прочной конкурентной позицией. Да и компания имеет отличный баланс, что делает ее акцией сильной покупкой прямо сейчас. В рекомендации также попала израильская грузовая судоходная компания ZIM Integrated Shipping, о которой часто рассказывает один очень известный финансовый блогер. Если вы догадались о ком я, то напишите в комментариях. Это и правда интересная компания. Она специализируется на контейнерных перевозках, различных типов грузов. Флот насчитывает 87 судов, что примечательно только один принадлежит компании, все остальные зафрахтованы. Используемая компанией глобальная сеть состоит из 69 линий, объединяющих 80 стран. А разнообразная и глобальная клиентская база насчитывает более 30 тысяч клиентов. Да, и компания выплачивает дивиденды, чуть превышающие 5%. Давайте немного ускоримся. Какие еще акции рекомендуют покупать аналитики? Сигнет джувелс – это ювелирные изделия. Мэтсон – тоже морские перевозки и логистические услуги. Далее очень перспективная онлайн платформа Yelp. Ее разбор есть в телеграм-канале. Обязательно прочитайте. На мой взгляд, компания с большими перспективами. Давайте я пролистаю все компании под рейтингом A, то есть строгая покупка, по мнению экспертов. Если что-то вас заинтересовало, то пишите в комментариях. Я выскажу свое мнение по компании или сделаю разбор. Ну а мы перейдем к самому интересному – сайту Типранкс. Что же рекомендуют покупать аналитики с Wall Street? Здесь мы посмотрим рейтинг Smart Score. Этот рейтинг оценивает акции по их потенциалу при зайти рынок на основе 8 ключевых факторов. К ним относят то, как лучшие аналитики оценивают акции, покупают или продают хедж-фонды, а также фундаментальные и технические факторы. Да, и Smart Score 10 – это лучшая оценка. Посмотрим сначала компании с капитализацией выше 200 миллиардов. Здесь мы видим на первом месте Google и другие крупные нам хорошо знакомые имена. Все они имеют наивысший рейтинг. Но отмечу, что тот же Home Depot или Costco – стоимость этих акций находится вблизи исторических максимумов. И покупать прямо сейчас я не считаю это верным решением. Если только вы не инвестируете на долгий срок – 3-5 лет и более, тогда такие активы можно покупать по любой цене. Ну что ж, давайте отфильтруем по капитализации, выберем Lodge от 10 до 200 миллиардов. Здесь куда более интересно. Левс на первом месте, но про ритейл мы уже с вами говорили. Далее AMD. И здесь нет ничего удивительного. Даже если вы считаете, что по мультипликаторам ее акции очень дорогие, многие эксперты видят эту компанию лидером на рынке микропроцессоров, которая и останется им в ближайшие годы. AMD растет высокими темпами и по-прежнему относительно недооценена. По сравнению с некоторыми другими быстрорастущими акциями полупроводников, компания имеет хорошие возможности на растущем рынке. Ну а мне из этого списка интересна компания Applied Materials. Давайте посмотрим мнение экспертов. Консенсус прогноз аналитиков Strong Buy. Прогнозы все бычи. Вот вы видите, какие прогнозы дают аналитики. 190, 175, 189. То есть рост на 20-30%. Но я не просто так выбрал данный актив. Именно акции Applied Materials мы детально разбирали в нашем инвест-клубе и купили их в долгосрочный портфель. Кстати, у вас есть тоже возможность вступить в наш инвест-клуб. Все ссылки вы найдете в описании. Вот краткий пример нашего мнения по данной компании. Applied Materials является одним из крупнейших поставщиков полупроводниковых компонентов для производства компьютерной техники, смартфонов, телевизоров и другой электроники. И без участия компании не обойтись производству чипов. Она выступает базой для производителей полупроводников. А необходимость в полупроводниках растет каждый год. И эта тенденция сохранится в будущем. Об этом заявляют множество экспертов и руководителей крупных компаний. Applied Materials доминирует по уровню технологий и обладает широкой географической диверсификацией своего бизнеса. Основными покупателями являются Samsung, Taiwan Semiconductors и Intel. Компания показывает рост выручки и прибыли на протяжении последних 10 лет и имеет качественные показатели рентабельности и маржинальности, которые находятся на уровне 50 и 25%, соответственно, что значительно выше, чем у конкурентов. У компании низкая долговая нагрузка, а наличие достаточного количества денежных средств позволяет ей вкладывать деньги в развитие и обратный выкуп собственных акций. Applied Materials работает и развивается в невероятно важной сфере экономики. Доминирование на рынке и расширение производств позволяет компании увеличить финансовые показатели в будущем, что приведет к росту котировок. Ну а контракты с крупными технологическими компаниями, а также тотальная нехватка полупроводников позволят компании стать одним из бенефицаров от расширения по производству микросхем. Ну а возвращаясь на сервис Типранкс, отмечу еще компанию JD. Это чуть ли не единственная акция на китайском рынке, которую можно купить прямо сейчас. Подробно я высказал свое мнение по китайскому рынку в этом видео. Но если кратко, JD это политически выгодная компания, в отличие от той же Alibaba или никому не нужного вип-шоп. В акции JD уже начали инвестировать американские фонды, но это отдельная история, при желании посмотрите этот видеоролик. Далее фильтры по капитализации, от 2 до 10 миллиардов. Здесь уже много незнакомых имен. Я, пожалуй, отмечу компанию Jabil, как одного из ведущих мировых поставщиков услуг по контрактному производству электроники. Его крупнейшими клиентами являются Amazon, Apple, Cisco, Hewlett-Packard, Johnson & Johnson и, конечно же, Tesla. Также обращу ваше внимание на компанию Elemento, которая является поставщиком оптических и фотонных продуктов, предназначенных для целого ряда отраслей. И именно благодаря обширному ассортименту продукции, а также возможностям массового производства, Elemento является одним из лидеров этой отрасли. Ну а теперь перейдем на сайт Seeking Alpha. Сначала я покажу акции роста, а потом дивидендные. Рейтинг Quantum Model Seeking Alpha разработан, чтобы определить акции с высокой доходностью, которые также обладают потенциалом к росту и имеют положительные оценки аналитиков. Как ни странно, в ростовом рейтинге топовые места занимают нефтегазовые компании. Однако, опять же, отмечу AMD. Аналитики Seeking Alpha тоже рекомендуют покупать их акции. И еще есть интересная компания MaxLiner, которая разрабатывает радиочастотные интегральные системы. Ее решение используется в таких конечных продуктах, как кабельные широкополосные модемы, устройства проводной связи, волоконно-оптические модули для дата-центров и многое другое. В рейтинге Seeking Alpha много активов, о которых я уже не раз говорил в своих видео. Тот же Crocs, компания, которая изготавливает обувь, или для дивидендных инвесторов будет интересна компания Innovative. Эти акции актуальны сейчас. Так считают эксперты Seeking Alpha. Давайте теперь перейдем к дивидендным активам. Поставим фильтр по проценту DIF выплат, а они здесь начинаются аж с 14%. Но будьте внимательны, не все компании есть на СПБ бирже. Пока я пролистываю список вниз, хочу объявить, что перед Новым годом вас ждет много активности, которая будет как в Ютубе, так и в Телеграм-канале. А еще в Инстаграм. Да, мы оживили наш аккаунт и теперь регулярно постим туда полезную информацию. Так что обязательно подпишитесь на все наши соцсети. Все ссылки будут в описании. Собственно, вот такой коротенький обзор лучших акций от трех аналитических сервисов получился. Если интересен вам такой формат, поставьте лайк. А 1000 лайков будет для меня знаком, что нужно делать еще одно такое видео. Да, и продолжаем нашу постоянную рубрику ответов на вопросы в комментариях. Пишите интересующую вас компанию. Ну а я постараюсь ответить всем. На этом у меня все. Благодарю вас за внимание.